Китайско-корейско-русская мафия – миф или реальность? Как ни странно, но китайско-корейско-русская мафия – это не выдумка плохих сценаристов. Она на самом деле существует, точнее, существовала в конце 19 века на территории Маньчжурии, уголка, куда ссылали каторжников из царской России, Китайской империи и Кореи. Они формировали банды – хунхузы, которые первоначально занимались угоном скота, контрабандой, нелегальной добычей золота. Затем деятельность получила более жестокое направление – убийства, грабежи, похищения с целью выкупа, нападения на поезда, курсировавшие по КВЖД. Состав банд был разнородный, в одном образовании могло находиться от нескольких десятков до нескольких сотен людей. С течением времени самые крупные организовывались в жесткие иерархические структуры вроде военной, шили спецодежду и имели огромную сеть информаторов в приграничных поселках. Некоторые из хунхузов кочевали, другие вели оседлый образ жизни, контролируя труднодоступные уголки Маньчжурии. Местных жителей они не трогали, ограничиваясь небольшими наездами и поборами. Какая же банда без оружия? Вначале с этим было трудно, но затем Япония оккупировала Корею. Случилась русско-японская война, после которой в пистолетах и винтовках у хунхузов недостатка не ощущалось, их покупали, воровали с военных складов в Китае или России, находили на поле боя. Кому война, кому мать родная – это про предприимчивых граждан Франции и Германии, которые в то время организовывали быструю доставку оружия хунхузам с целью заработать. Японские посредники в Китае и Маньчжурии проводили оружейную политику централизованно поставляли оружие бандам взамен на отказ этих самых банд действовать на нужных Японии и корейских территориях. Конец хунхузам пришел только в первые четверти ХХ века. С ними боролись со всех сторон. Советское правительство, оккупированный Японией и Северный Китай, где было образовано марионеточное государство Маньчжоуго, а затем пришедшее на смену императорам коммунистическое китайское правительство. Субтитры сделал DimaTorzok